Светолада Бабич, у неё тема воспитания детей по ведическим принципам. Добрый день всем. Я думаю, что детки это такая тема, которая волнует. Надеюсь, что каждого из нас. Я очень хочу, чтобы в нашем славянском районе все семьи имели детей. У кого-то есть дети, у кого-то есть внуки. И сегодня очень часто так случается, что родители воспитывают, воспитывают. Как говорят, невоспитанный ребёнок. То есть подразумевается, если ребёнок проблемный, что-то с ним не так, его не воспитывали. Вот не занимались им. А надо воспитывать. И бывает, что родители, наоборот, воспитывают, воспитывают. Вот именно таким вот методом сверху вниз. И опять не получается. В чём же тут дело? И я назвала мастер-класс свой воспитания детей по ведическим принципам. Вот как раз наше ведическое мировоззрение, оно даёт, как всегда, ответы на многие вопросы. В том числе в сфере воспитания. В чём же наше ведическое мировоззрение заключается? Ну, самое первое, то, о чём мы знаем, что мы проживаем не одну жизнь. И это сразу же в корне меняет такой вот корневой, наверное, постулат педагогики, что имёнок чистый лист. И вот надо что-то на нём написать, надо его как-то воспитывать. А он не одну жизнь. А бывает, что это приходит такая душа, у которой нам бы поучиться. И что же с этим всем делать? И в чём же тогда заключается воспитание? Ну вот говорят, восходящее питание. То есть приходит душа, которую мы должны напитать и дорастить до какого-то уровня. Но для того, чтобы дорастить до какого-то уровня, нужно очень чётко понимать, кто же это. Какой важен ваш ребёнок? Какие его жизненные задачи, зачем он пришёл в эту жизнь? И эта работа начинается даже до зачатия. Ну вот если уж так, по ведическим принципам. Начинается с того момента, когда мы зовём душу, когда приходит душа, которая отвлекается на вибрации родителей, на жизненные задачи родителей. И когда уже этот маленький человечек находится внутри мамы, то тогда мы тоже общаемся и понимаем, кто же это и что же ему надо. И в общем-то воспитание заключается в том, чтобы вырастить, не переделывать. То есть если это семечко дуба, то не переделывать его в кустарник или в семечко ивы, а чтобы создать те условия, которые нужны для дуба. Чтобы из этого семечка вырос действительно дуб, прекрасный, красивый. Следующий ведический принцип — закон причины и следствия. Да, есть такой закон карны. Карны, карны, но мы его очень часто понимаем, ну в таком вот негативном немножко, в смысле наказания. А в общем-то причины и следствия — что посеришь, что пожнёшь. И очень часто бывает так, что родители, ну вот где-то они себе там закладывают, что хотят, чтобы их ребёнок вырос успешным, самостоятельным, здоровым, ну и счастливым, наверное. Но для того, чтобы ребёнок вырос самостоятельным, что нужно делать, как вы думаете? Давайте на самостоятельность. Зачастую, знаете, вот когда работаешь со взрослыми людьми, которые приходят на семинары, на ладования, то очень часто эта проблема — знать, чего я хочу. Вот только что мы разговаривали с Ярогором о цели, полагании. Мы хотим в детской академии ВЕДА открывать старшую группу и давать те знания, которые детям помогут реализовываться в жизни, быть счастливыми взрослыми. И вот один из предметов там будет — целеполагание. Но для того, чтобы понять, чего я хочу, это начинается не в 16 лет. Знаете, есть такой анекдот, когда мама зовёт мальчика из окошек, говорит, «Святослава, иди домой!» А он оглядывается и говорит, «Мама, я занёрз или проголодался?» Вот у нас очень часто это с детьми происходит. Мы всё за них знаем. И потом наступает у них возраст, когда они уже не знают, чего они хотят. Мы просто в них это убиваем. И знаете, я взялась вести детскую группу на этом фестивале. Вчера был первый день. И просто я благодарна Богам, что направили меня туда. И я получила уже такой бесценный опыт. То есть приходила детвора, которая первый раз тётю это увидит. И вот им надо остаться, и родители куда-то уходят. Это часто такая ситуация в детском саду, то, что у нас происходит, когда дети идут первый раз в садик. Ну и родители — это же наши советские родители, которые, как мы привыкли, если ребёнок не хочет остаться, «Останься! Ну как тут интересно! Ну смотри, ты чуть-чуть погуляешь, я приду!» То есть начинаем уговаривать, чем-то заманивать и так далее. И чем больше мы силу действия даём, тем больше сила противодействия. И я начала с детьми разговаривать напрямую и просто давать им свободу выбора. Давай ты вот подумаешь, ты хочешь или нет. Вот у нас на фестивале есть взрослая и детская группа. Ты в какую хочешь? Если хочешь возраст, ну иди, но там надо будет тихонько посидеть. Там будут рассказывать. То есть если ты сможешь высидеть, хорошо. Если тебе там не понравится, передумаешь, пойдёшь к нам. И дети, у них уже сразу, ну то есть глаза становятся другие. Ты видишь, что там уже мысль работает. Они начинают думать, они начинают мыслить, они начинают жить осознанно. Они понимают, что это их жизнь, это их выбор. И уже вот такой кусочек ответственности они получили. И потом, когда они будут расти, просто эта ответственность будет всё время больше. И к 18-20 годам это будут ответственные взрослые люди. И вы знаете, это дало такой эффект. То есть дети, они как бы понимали, что ага, никто их не силует, уже не надо упираться. И они начинали прислушиваться, чего же я действительно хочу. Они начинали уже оглядываться, ага, что тут делают, чем тут занимаются. Ну и в общем-то все дети остались. Всем детям понравилось. И знаете, я была, ну просто это вот как бы новое открытие, наверное, такое очередное. Как всё легко. Не было слёз, не было проблем, никто за мамой не плакал. Все хорошо дождались. Это вот тот волшебный эффект, который даёт нам Знания, Знания — Сила. Как только мы обладаем Знаниями, оказывается легко. Оказывается, Богами мир наш так задуман, что легко. А вот если трудно, то тогда надо задумываться, что мы делаем не так. Наша жизнь так замечательно устроена, что нам всегда сигналят, если что-то не так. То есть обычно, если какие-то проблемы с ребёнком, мы что-то делаем не так. Да, я просто хочу ещё про детскую академию пару слов сказать. И поэтому я приглашаю вас на свой мастер-класс, приглашаю на свои семинары, приглашаю в Академию правь, приглашаю ваших деток в Академию веда, чтобы эти знания получать. Потому что процесс воспитания и взращивания детей, он не задуман Богом, не задуман природой, как какой-то тяжёлой и проблемной. И если мы детей слушаем, то всё, в общем-то, происходит замечательно. Я недавно наткнулась на такой рассказ в одной книжке «Воспитание детей». Там мальчик думает о том, вот если бы я себя вёл в отношении мамы с папой, вот если бы один день случился такой, что вот я на месте родителя, а они на месте ребёнка. И вот он себе представляет. Мама пришла с улицы, так, руки мыть. Что такое, пару минут помыла, и уже мама, да-да-да-да-да, сейчас мою. Что-то там не вымла, так, кушать садись. Погляди на себя, как Кощей бессмертный, всё время мало кушаешь. То есть этот рассказ, ну его невозможно без смеха читать, да, ну это такой смех сквозь слёзы. То есть очень часто мы к детям относимся вот с позиции, что это маленькие, несмышлёные. То есть чем-то вот он ущербнее немножко, чем мы. И мы ему сейчас расскажем, сейчас будем воспитывать, сделаем из него человека. Вот. То есть когда ребёнок начинает такими фразами по отношению ко взрослым общаться, это, ну, звучит абсолютно неприемлемо. Но мы не замечаем, когда мы по отношению к детям ведём себя вот так. Ну, наверное, вот Боги ведут. И в моей жизни был такой опыт, когда я по отношению к своим детям, стараясь быть очень хорошей мамой, с самых лучших побуждений обращалась вот так вот. Но оно уже, когда встаёшь на эту эстезию учёбы, тебя учат. И мои дети начали создавать такие ситуации, которые заставили меня очень много учиться и очень много над этим размышлять и справляться. Вот. И я увидела, что можно абсолютно легко с ребёнком сотрудничать, с ребёнком взаимодействовать. Не надо его заставлять, не надо быть расстроенной по поводу того, что он что-то делает не так, что он не слушается, что он не такой, как все, что он неаккуратный, что у него не получается что-то. Нужно, то есть, исходя вот из этих позиций, да, что душа проживает много жизней, и что мы имеем иногда детей, которые являются нашими учителями, а не мы ихними. И меня однажды один папа спросил, мы работали с беременной парой, и он говорит, хорошо, но если это вот родится мой прадедушка, допустим, оплатится, и как же я смогу его по попе шлёпнуть? Я говорю, ну как бы мы же живём не в таком одномерном измерении. То есть, вот, воспитание, оно как раз, наверное, и заключается вот это искусство тонкое, это мудрость в том, чтобы и уважать эту душу, которая, возможно, мудрее, возможно, опытнее, но которая выбрала в качестве родителей именно нас, а значит, мы самые лучшие в мире родителей для этой души, для этого жизненного пути. То есть, уважать и в то же время быть родителем, в то же время направлять и помогать. И, наверное, все, кто имеют детей, знают, что дети очень часто, вот тоже природой так этот процесс задуман, интересно, когда дети, они очень многое пробуют. Да, маленькие детки, они когда-то там маму бьют, и мама там, или папа, должен сказать, что так делать нельзя. Они очень часто делают что-то недозволенное, да, для того, чтобы мы отреагировали, рассказали, что нужно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что к чему приводит. В каких-то ситуациях, может быть, давать возможность им делать это и получать последствия для того, чтобы усвоить урок. И вот как раз родители, которые всегда рядом, их роль заключается в том, чтобы направлять. Есть такое слово «выкормить ребенка», но оно не от слова «корм», а от слова «карма». То есть, выкормить, направить, дать правильное направление этому карму. И тогда из этого рождается следующий такой ведический принцип — доверие. Доверие ребенку, доверие в него. То есть, когда мы уверены в своем ребенке, когда мы верим в него. А я думаю, что многие из вас занимаются духовными практиками, эзотерическими. И вы видите, насколько мы творим образ, сами творим образ того, что есть в нашей жизни. Жизнь есть то, во что мы верим. И наши дети есть то, во что мы верим. И вот когда мы верим в своих детей, когда мы им доверяем, когда мы знаем, что это есть душа, что это не есть какое-то безвольное существо, за которым надо постоянно контроль, постоянно его направлять, рассказывать ему хочет, проголодался или замерз. То тогда рождается доверие. И тогда ребенок из вот этого доверия родителей рождается вера в себя. Потому что я думаю, что вы многие уже в этом процессе саморазвития разбирали свои собственные отношения с родителями. И уже, наверное, увидели вот эту вот цепочку, где рождается вера в себя, в взрослого человека. Она идет из детства, она идет из родителей. И, наверное, самый большой подарок, который мы можем детям сделать, это верить в них, видеть этот образ. Ну и еще я хочу пару слов сказать. Есть еще у меня время. Пару слов сказать о детской академии. Это учебное заведение, где мы стараемся в полной мере все вот эти вот принципы воспитания и рогические воплотить. И где мы к детям относимся как на равных, но чуть-чуть свысока. И где мы ставим своей целью дать им те знания, которые помогут им стать успешными и счастливыми взрослыми. Большое очень внимание мы уделяем в процессе учебы. И специально отведены, отведено временно такие предметы, как ладование искусством, игротерапия. Где преподаватели отслеживают, какие образы содержатся внутри ребенка. Образы семьи, образы своего будущего, образы себя. И кроме того, что детки, ну это вот такой процесс ладования, непрерывный можно сказать, их не обучение. Кроме этого, они еще такие вот образовательные предметы. Подсказывает Матушка Магарина, что возрастные посвящения у нас еще входят в обучение. Кроме таких вот, ну, ладовательных практик, еще дети получают славянское мировоззрение. То есть это такие предметы, как Всебожье родовое. Они учатся быть владыкой собственной судьбы. То есть все ситуации, которые у нас происходят за то время, пока они живут и учатся в Академии, мы разбираем с позицией, чем я создал это в собственной жизни. И учимся брать ответственность на себя. И знаете, у них это получается намного легче, чем у взрослых. То есть все-таки это заложено в нас природой, и это очень откликается. Они вот если еще не забыли, то это легко восстановить. Вот. Ну и там у них и травничество, и живопение, и основы ремесел, и телесное развитие. Очень большое количество предметов, насыщенные сессии. Сессии проходят три раза в год. Это зимние каникулы, майские праздники и лето. Летом у нас проходят возрастные посвящения. И, наверное, все вы уже слышали о возрастных посвящениях. Я бы сказала, что это очень важный элемент формирования личности. Личности взрослого. То есть ребенок, его детство, процесс его взросления, все-таки наша цель, это мы хотим их видеть успешными, счастливыми взрослыми. И вот как раз возрастные посвящения — это те ступеньки, которые подводят. Это такие вот госты на этом пути. Ну, там, допустим, в три года ребенок уже должен обходиться некоторое время без мамы мочь. Должен уметь общаться с чужими людьми. Уметь захотеть что-то там сказать, ответить. То есть должен осознавать свой пол. Если этого нет, да, возрастное посвящение, оно проходит с кочками с какими-то. Мы тогда работаем, ладуем. Опять же, когда родители готовы взять на себя ответственность за то, что происходит в их жизни. Вот. И дальше возрастные посвящения. Ну, это, наверное, целый пласт, про который можно рассказывать часами. Есть возрастные посвящения для мальчиков, для девочек. Вот. Одним словом, если будут вопросы, пожалуйста, подходите по детской академии по возрастным посвящениям в время, которое где-то мы будем еще на территории фестиваля встречаться. Я приглашаю вас на свой мастер-класс, приглашаю в Академию прав и в Академию ведов, потому что у нас одновременно проходят сессии. Ну, и желаю вам, желаю вам быть счастливыми, реализованными родителями. Учиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ